Доброе утро! Как так вот получается, что рождаются люди, которым удобнее почему-то описать левой рукой? Как так получать, наверное, такая сложная загадка природы, да, здесь я на неё не отвечу, но действительно левшей очень мало, рождается истинных левшей, это очень важный такой момент, потому что скрытое левшество есть у очень многих людей, в общем-то, ну, если понаблюдать за детками, вот в отрасте там до 4 лет, они могут легко управляться и правой, и левой рукой все, а потом они выбирают какую-то там доминирующую руку. А истины, это которые только лево, и их невозможно переучить, да? Ну, истинные левши прям там много, да, у них очень много действий, очень много, то, что они выполняют именно левой рукой, уже с самого раннего детства это видно, и, собственно говоря, они не отказываются от этого в последующем, как правшие. А нужно ли, как Вы считаете, стараться переучивать, потому что наш мир, он же во многом адаптирован для правшей, ножницы, ручки, там, ложки, всё? Ну, более того, вообще, наш мир, ну, практически существует для правшей, он очень неудобный для левшей, но, тем не менее, очень много появилось сейчас как раз предметов и для левшей, как-то начали о них заботиться. Переучивать точно нет, это такая непростая, ну, такая история, потому что вот эта вот домината, которая есть, это сильная сторона людей, получается, что буквально эту сильную сторону, ну, так, берут и блокируют, да, не дают ей возможности развиваться. А что, кроме вот непосредственно того, что человек пишет и там пользуется преимущественно другой рукой, что ещё его отличает? Может быть, как-то вот полушарие, а другое более развито, как-то мышление может отличаться? Ну, мы изначально с Вами понимаем, что вот есть так называемая симметрия головного мозга, то есть разные стороны у нас отвечают за разные, разные полушария отвечают за разные стороны нашего тела. И, собственно, у левшей как раз-таки будет больше развитое правое полушарие, да, правое полушарие — это образность, это эмоции, это больше чувства, это искусство, это эстетическое такое умение наслаждаться этим искусством. Это правда больше вот этих вот тонких нюансов, даже эмоциональных каких-то. И когда мы говорим там о левшах, мы всегда, ну, так предполагаем, что всё-таки это люди, которые, наверное, более эмоциональные, более там трогательные, да, какие-то. Да, очень много людей, великих людей искусства, которые левши. Но это не означает, что правшей нет, да, там людей, которые также стали великими. Но вот у левшей есть такая действительно особенность, что они склонны к каким-то идеям, к каким-то спонтанностям. Они действительно более, может быть, чувствительны, близко всё воспринимают. А есть ещё такие люди, амбидекстры, да, если я не ошибаюсь, называются. Ну, да. Нужно ли в себе, вот, например, я правша, нужно ли мне время от времени пробовать писать, рисовать, может быть, левой рукой? Будет ли какая-то от этого польза для моего мышления, для работы мозга? Да, это, наверное, самый лучший вариант, когда у вас работает и правая, и левая рука, и развиты этих два полушария. Потому что таким образом, ну, значительно шире появляется спектр наших возможностей, да, как психических, так и особенностей. Даже восстановления, вот, после различных, там, черепно-мозговых даже. То есть человек может, или, там, более чувствительным стать эмоциональным как-то? Ну, вот, он может быть другой, разный, да. Да, то есть у него могут появляться много разных, там, свойств и возможностей. У него могут появляться много разных, там, других способностей. Это всегда очень полезно, развивать разные части. Спасибо вам большое. Напомню, с нами была Олеся Урбан, психолог. И сегодня вам обсуждали особенности людей, которым удобнее писать и есть. Что еще левшие делают? Делают практически все. Вот даже собирают такие прекрасные букетики, преимущественно левой рукой. Поздравляем всех левшей с их международным днем. Продолжение следует...